Согласно постановлению президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по преобразованию органов внутренних дел в народную, профессиональную структуру и ориентированию их работы на более тесное взаимодействие с населением, сегодня при Министерстве внутренних дел и его региональных подразделениях налажена деятельность Общественного совета, который считается консультативным ведомством. В частности, в Главном управлении внутренних дел города Ташкента состоялось очередное отчетное заседание за прошедшие 6 месяцев 2024 года. В Общественный совет входят журналисты, блогеры, депутаты и представители различных подразделений органов внутренних дел. В первую очередь на повестку дня был вынесен вопрос об обязанностях, достижениях и недостатках сотрудников органов внутренних дел, а также была предоставлена информация о проделанной работе за прошедшее полугодие. Обсуждались насущные проблемы и вопросы, требующие неотложного решения. Сегодня мы собрались в ГУВД, Общественный совет при ГУВД. Мы сегодня посмотрели работу за полгода, что было сделано, все наши задачи, которые мы ставили, подвели итоги. Мы теперь будем в месяц два раза, в две субботы выезжать, будем выезжать к участковым, в ГОМы, будем выезжать и разговаривать с людьми, что им не хватает для работы, что нужно сделать, чтобы мы тоже могли принять участие в этом во всем и по мере возможности будем помогать. Я думаю, это будет тоже хорошая помощь и если мы так же дальше будем работать, то совместно и госорганы, и простые граждане, как мы, вместе с такими социальными проектами, как наш Общественный совет, дальше будет очень приносить хорошие плоды. В настоящее время одной из вышепоставленных задач являются меры по предупреждению правонарушений, а также ранняя профилактика преступности среди молодежи. На встрече было отмечено, что тесное взаимодействие и сотрудничество членов Общественного совета послужат успешным продвижением данного направления в будущем. По итогам заседания предложения участников совета были поставлены на голосование. Вместе с этим выбраны наиболее оптимальные решения, составлены планы дальнейших работ и направлены на реализацию.